Вы за каким лекарством заходили? За налипрелом. Есть в наличии? К сожалению, нет. А это первая аптека или вы несколько обошли? Нет, уже не первая. Для нижней челюсти. Есть в наличии? Нет. Вот трех аптеках была, нет. Димефасфон. В наличии есть? Ну, есть пока здесь. А цена поднялась на него? Конечно, поднялась. Из-за ажиотажного спроса в казанских аптеках стало труднее найти несколько видов лекарств. Но больше всего проблем с медикаментами для щитовидной железы. Вы видите список лекарств, по которым в Татарстанском управлении Федеральной антимонопольной службы поступили жалобы об их отсутствии на полках. В основном это именно лекарства для щитовидной железы. Как нам сегодня объяснили в Минздраве Республики, подобных медикаментов в принципе не так много. Аналогов не много. Аналоги принадлежат нескольким, там, порядка пять или шесть дженерических копий. И если бы не было вот этого повышенного ажиотажного спроса, то эти препараты спокойно продавались бы. Я в прок не закупаю, потому что там срок годности. Поэтому я сама 35 лет в аптеке отработала, поэтому прок не закупаю. Как нас заверили сегодня в Минздраве Татарстана, проблем в поставках данных медикаментов для щитовидки нет и не предвидится. Просто люди смели все с прилавков впрок. Между тем специалисты напоминают, у многих лекарств есть более распространенные и доступные по цене аналоги. На сегодняшний день у нас порядка трех с половиной тысяч молекул активных лекарственных препаратов. И им соответствует сорок тысяч торговых наименований лекарственных препаратов. То есть на одну молекулу приходится 10, 20, 30 копий разного производителя. Есть и западные копии, есть и восточные копии, есть и отечественные копии. К примеру, вместо ножпы можно использовать дротаверин, а у норафена аналогичный эффект с ибупрофеном. Полный список подобных препаратов с учетом дозировок можно посмотреть на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Помимо этого, сегодня Михаил Мишустин предложил новые меры поддержки для фармацевтов. Есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемых производителям или дистрибьюторам. Таким образом, в ближайшей перспективе проблему дефицита лекарств в России планируют решить за счет более быстрой их доставки от складов до аптек, а в дальнейшем развивать собственное производство и наладить импорт из дружественных стран.